Начнём с того, откуда формируется страх. Мы с вами уже говорили на одном из прошлых эфиров, что мысли в человеческом мозгу появляются извне. И дьявол точно так же сеет мысли в наш мозг для того, чтобы мы отвлекались от самого основного, к чему мы предназначены, то есть отвлекались от поклонения Богу. И мысли, особенно которые приходят, связанные со страхом, со страхом, сомнениями, со стыдом, это мысли, которые приходят однозначно не от Бога. И вот когда мы с вами говорили о том, что мысли нужно отсеивать, то есть у нас должны быть в этом мыслеприёмнике, который находится в голове, должна быть сеялка, то есть мы должны просеивать мысли, и всё как сито такое, знаете, есть мысли, которые проходят, есть мысли, которые не проходят. И вот эти мысли, которые приходят нам о стыде, о страхах, о сомнении, мы должны отбрасывать, мы должны с ними бороться. Но, как говорится, легко сказать, а как это сделать? Вопрос, который задают постоянно, как это сделать? Что мне сделать, чтобы в моей голове не гнездились эти мысли? Чтобы они не проходили в сердце? Потому что, знаете, когда приходят всякие мысли о страхе, мы начинаем бояться всего. Мы начинаем бояться обстоятельств, начинаем бояться людей. Осуществляется вот эта вот самая известная поговорка, когда, отжегшись на молоке, дуют на корову. И очень разные бывают моменты в жизни, которые связаны со страхами. Страхи могут быть рациональны и иррациональны. Это вам расскажет любой психолог. Страхи могут переходить в фобии, страхи могут переходить в панические атаки. Вы знаете, есть очень много разных мнений на тему того, как с ними бороться. И многие говорят, что это просто психологическое. Я уверен, что у этого есть духовная подоплека. И понятно, что все, что сначала состоится в духовном мире, потом реализуется в материальном, все, что на духовном уровне является причиной возникновения тех или иных страхов, панических атак или фобий, оно потом проявляется, естественно, уже на уровне психологическом, то есть на душевном уровне. И потом уже выражается все это в плотском проявлении всего этого. То есть депрессия, истерики, плаксивость, замкнутость, наоборот, может быть, сентиментальность и так далее. То есть есть разные моменты, которые могут нас посещать, когда мы находимся в состоянии страха. И как же вот с этим совсем справиться? Во-первых, нам нужно разобраться в природе этого страха. У большинства наших мыслей, у большинства наших страхов есть корни из глубокого-глубокого детства. Сами такой элементарный пример. Я не буду сейчас углубляться сильно в психологию и вообще все, что касается душевности. Я просто говорю, что, например, самый простой пример. В детстве ребенка испугала собака. С тех пор он панически боится собак. Причем эта собака может быть даже где-то заперта там в квартире, она сидит, но как только она начинает лаять, у ребенка появляется страх, он начинает прятаться за маму. Потом он вырастает, и у него точно такой же страх собак. Он не может прийти к своим друзьям, у которых даже вот такая маленькая собаченция там бегает, на которой написано «Осторожно, собака», только потому, чтобы вы на нее не наступили. Так вот, у людей возникают такие страхи из прошлого. На самом деле это иррациональный страх, потому что на данный момент уже собака его не пугает, уже собака на него лает просто потому, что она лает, она должна лаять, это ее работа. Но при этом, при всем эти страхи остаются. Это самые элементарные, еще раз говорю, я сейчас не буду углубляться в психологический момент этого страха. То же самое касается страха за наших детей. Вы знаете, иногда встречаются родители, которые панически боятся всего, панически боятся заразных заболеваний, того, что соска упадет на пол, то, что ребенок упадет с лестницы, то, что у него там что-то произойдет, ребенок чуть-чуть там где-то упал, ударился, сделал такую плачущую физиономию, там папа и мама уже бегут, то, что случилось, то есть это тоже иррациональный страх, потому что он не связан обычно ни с чем. Возможно, есть у этого причины из прошлого, да, но если мы говорим, что все, что происходит у нас на душевном или плотском уровне, оно сначала формируется на духовном уровне, то мы должны сначала решить проблему нашей духовности, да, то есть мы должны, ну, будем так говорить, очиститься на духовном уровне. Есть много способов для этого, самый простой способ, да, поскольку мы знаем, что страх — это дух, то самый простой способ — это просто молитва за освобождение. Ее можно практиковать самостоятельно, ее можно практиковать с кем-то, потому что, знаете, наша задача, вот вы знаете, Иисус, может быть, когда разговаривал с другими людьми, написано же, что в Евангелии Туа написано, что он совершил очень много разных чудес, которые не может вместить книга сия. Я уверен, что в процессе осуществления этого служения он сталкивался также с духом страха, с духом сомнений там и так далее, и он их тоже изгонял. Но я хочу просто, чтобы мы обратили внимание, чем сильнее дух этот держится за нашу душу и за нашу плоть, то есть насколько мы его укоренили у себя, тем будет как бы, ну, не сказать сложнее, а трудозатратнее этого духа из нас изгнать. Почему? Потому что он укоренился, у него есть основания там сидеть, мы иногда какие-то вещи упускаем, мы не готовы отпустить этого духа из себя. Но при том, мы видим, что Иисус, он всё-таки освобождал людей, не спрашивая духов, хотят они выходить или не хотят. Да, понятное дело, что он интересовался, как вот, например, с Газеринским бесноватым, он спросил, как зовут, спросил, сколько их и так далее. Можно допросить любого духа, и он ответит человеческими устами, в основном они отвечают. Но на самом деле Иисус в конце концов своей властью, которая у нас есть, я очень много проповедую сейчас о власти верующего человека в духовном мире, он своей властью просто повелевал этому духу выходить, и всё. То есть мы не знаем никаких там долгосрочных молитв там и так далее, мы не знаем никаких особых ритуалов, которые он совершил, он просто повелевал духом выйти. Но, с другой стороны, мы знаем такие примеры, когда апостолы не могли изгнать духов из человека, и они в нём оставались, он всё равно продолжал бесноваться, как там написано. Тогда Иисус им сказал рецепт того, как изгоняются духи. Такой сей род написано, изгоняется постом и молитвой. И таким образом, если мы включаемся в молитву и в пост и молитву за освобождение человека определённого от духа того или иного, дух страха — это достаточно сильный дух, то у нас как бы нет шансов, у этого духа нет шансов не уйти. Окей, будем так говорить, нет шансов не уйти. Но есть и другая сторона этого дела. Предположим, мы с вами помолились за человека, простите, мы помолились за определённого человека, и он избавился от духа страха. Но, как сказал Иисус, бывает и так, что выходит дух из дома, ходит по безводным местам, и потом решает вернуться обратно. Приходит и находит дом выметенным, но не запертым. Очень важный момент, и очень многие уже проходили массу служения, освобождение, сам участвовал в качестве служителя, в качестве исповедника, в качестве молитвенника, занимался служением освобождения на протяжении трёх лет, и продолжают им заниматься. Я встречался с такими случаями, когда человек освободился, реально он свободен, он прямо вот выходил, у него слёзы радости на глазах, он свободен, он понимает, что он больше ничего не боится, у него всё хорошо, у него нету всех этих сомнений, нету всяких этих непрощений, и всего остального. Проходит неделя-другая, и он всё равно приходит и говорит, я опять испытываю панические атаки. Почему это происходит? Потому что святое место, как говорится, пустое, не бывает. И если мы не наполняемся Святым Духом, то есть мы всегда на инкаунтере молимся за наполнение Святым Духом, но от человека тоже очень многое зависит. Вы знаете, Святой Дух, он невероломный захватчик, он не врывается и не поглощает всё вокруг, он приходит, когда его призывают. И если человек не наполняется Святым Духом, если он не наполняется Словом Божьим, то есть духовной составляющей нету в его, ну, вымечен, вымеченном доме, то Дух Страха вернётся. И написано, что он не просто вернётся, он принесёт с собой ещё семь злейших, приведёт, и второе будет хуже, чем первое. И такое очень часто бывает, не часто, но бывает, когда человек не наполняется духовно, у него происходит возврат к тому же, причём на более высоком витке. И когда вы спрашиваете меня, например, вот о том, как, особенно те, кто реально хотят освобождения, спрашивают меня, как избавиться от того или от другого, как избавиться, не проблема вам рассказать, не проблема за вас помолиться. Духи подчиняются имени Иисуса Христу, написано перед Его именем, приклонится любое колено. Они не меня боятся, не вас боятся, или там, не кого-то ещё, они боятся Иисуса Христа. И когда мы во Христе и в Духе пребываем, и мы приказываем этим Духом уйти, то, соответственно, они уходят, потому что у них другого варианта нет. Иерархия духовного царства, она очень-очень-очень чёткая и очень жёсткая дисциплина. Так вот, если вы, при этом, при всем, не вы, простите, если человек, который приходит и говорит, хочу освободиться, при этом, например, думает следующие мысли, говорит, «Я, конечно, сейчас освоберусь от страха, но вот до этого я, например, ходил и всем жаловался, как мне страшно, как мне панические атаки, все меня жалели, все за меня молились. А теперь, когда я от этого избавлюсь, о чём же я буду с людьми разговаривать? На что я буду им жаловаться? Что я им буду рассказывать? Как они теперь на меня отреагируют? Будет ли у меня тема для разговоров? Это называется «Человек с двоящимися мыслями». И человек с двоящимися мыслями, он же называется и сомневающийся, он же называется и взявшийся за плуг и оборачивающийся назад. Это те, кто неблагонадёжен для Царствия Божьего. Второе. Да не думает такой человек просить чего-либо у Бога. И третье. Это человек, который подобен морской волне, который ветром поднимается и о камне разбивается в мелкие капли. Это то, что произойдёт с нашим духом, с нашим телом, с нашей душой, если мы не будем наполняться духовно, если мы не будем верить твёрдо, не иметь твёрдую веру в то, что мы будем освобождены раз и навсегда. То есть, если мы верим, что Иисус своей жертвой на Голгофе поставил жирную точку в биографии дьявола в нашей жизни, то в этот момент мы, провозглашая это, просто перекрываем дьяволу вход в нашу жизнь. Если мы не верим, что это произошло, если мы думаем, ой, а вдруг вернётся страх, а вдруг то, а вдруг это. Вот это вот вдруг оно появляется как раз потом в появлении этих семи злечек, потому что мы не можем в таком состоянии веры просить что-нибудь у Бога. Так написано в Писании. Поэтому, когда вы говорите со мной о страхе, первое, конечно, нужно разобраться в истории этого страха, почему он у вас появился, что произошло, что повлияло на появление этого страха. Возможно, вы этого не знаете, но это, в принципе, по большому, за счёту большого значения не имеет, потому что мы ещё раз говорим, что страх, если он не укоренился уже в душе как фобия или паническая атака, а это просто страхи, то их можно изгнать, потому что это духи. Но при этом вы должны свято верить, безоговорочно, в то, что Иисус уже всё совершил. И это просто спецэффекты дьявола. Мы избавляемся с помощью поста и молитвы, с помощью каких-то бесед с вами, укрепляющих вас духовно. Избавляемся с вами от этого духа страха. Он выходит из вас, то есть оставляет вас навсегда, и не возвращается, потому что вы продолжаете наполняться духом святым. И он действует в вас, давая вам силу, полномочия, всё, что положено для представителя Божьего Царства. Поэтому, когда вы в следующий раз будете задумываться о своих страхах и что с ними делать, если вы сами не можете, а вы, скорее всего, не можете сами самостоятельно освободиться, хотя я знаю очень много случаев, когда люди проходили свой собственный энкаунтер один на один с Богом. И я за энкаунтер, энкаунтер должен пройти любой человек. Каждый человек нуждается в энкаунтере с Богом. Но есть люди, которые настолько, вы знаете, укреплены в вере, не знаю как, это всё-таки дар веры, настолько у них этот дар веры, разве, что они смогли, не они, конечно, смогли с Божьей помощью, но они, так сказать, смогли пройти этот энкаунтер один на один с Богом и избавиться от всех своих бесов, которые были в них, пока они не покаялись. Но большинство людей, с которыми я встречаюсь, всё-таки нуждаются в том, чтобы исповедаться, в том, чтобы за них помолились и в том, чтобы мы именем Иисуса Христа, мы, как служители служения и освобождения, именем Иисуса Христа изгнали этих духов и молились о наполнении Святым Духом того, кого мы освободили. Но сам человек, от него зависит не меньше, от него зависит сам процесс наполнения Святым Духом, то есть чтение слова, углубление в изучение Писания, молитвы, посты и так далее. Поэтому я просто предлагаю вам задуматься на эту тему, предлагаю вам посмотреть, какие у вас есть всё-таки намерения, и намерения должны быть о свободе, потому что Писание говорит, что мы к свободе призваны. Также написано, что кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Если у вас есть страхи, обращайтесь. Смотрите, Дух, он действует везде, он Бог. Поэтому если вы думаете, что вы живете на другом конце планеты и на вас, как бы, как мне сказали, а подействует ли через интернет, если мы будем молиться? Конечно, подействует. Мы можем с вами связаться по видеосвязи, это очень важно, чтобы мы говорили по видеосвязи, и я помолюсь за вас для того, чтобы Иисус освободил вас от присутствия этих злых духов, которые вас атакуют. И помните, что они не могут завладеть вашей душой. Такова воля Божья. Если вы знаете, если вы читали книгу Иова, то воля Божья говорит, что все можешь у него забрать, только душу его не трогай. То есть Бог не подпускает никого к вашей душе. Пока ваша душа жива, пока она принадлежит Богу, все возможно. Поэтому, несмотря ни на какой духовный стресс, несмотря на какую плотскую немощь, имея душу Божью, имея связь с Богом, понимание того, что без Бога мы, в общем, фактически ничто, вы можете освободиться от любых духов, от любых страхов, от любых сомнений и всего остального. Короче говоря, я предлагаю вам, если у вас есть такая необходимость, звоните, пишите, связывайтесь, мы будем за вас. У нас большая молитвенная группа, и мы служим в служении освобождения уже достаточно долгое время. Помолимся за вас, и Господь вас освободит. И в этом я уверен, и да и аминь. Это то, что касается страха. Аминь. Аминь.